Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, я приветствую вас на острове Мурану. Именно сюда мы отправились с Марией, моей новой подругой. Признаться, я с нетерпением ждала понедельник. Именно на понедельник была назначена наша поездка. Благодаря усилиям Марии мы попали по ее договоренности непосредственно на фабрику, где производятся знаменитейшие венецианские люстры. Об этом я расскажу вам и покажу. Как раз-таки в следующем видео оно будет посвящено вот только-только изготовлению люстров. Вы наверняка знаете, что Мурана славится как раз-таки своим производством стекла. Вот, пожалуйста, знаменитейшая марка в Янине, прославившаяся своими инновативными техниками. В том, что касается прежде всего цвета стекла, ну и также знаменитой формой вазы-салфетка. Перевернутая салфетка была взята за образец. Эта ваза цитируется, копируется. Я, например, до определенного момента не знала, что как раз-таки эта знаменитая форма была изобретена домом в Янине. Сейчас большинство магазинчиков и фабрик, и лабораторий, которые занимаются производством стекла, закрыты, потому что совсем нет туристов. Но могу сказать, что для меня остров Мурана, который я, конечно же, знала и представляла себе прежде всего благодаря вот этому знаменитейшему стеклодувному производству, открылся совершенно неожиданной стороны, а прежде всего как остров, который стоит посетить всем, кто любит живопись. Их я как блондинка не знаю, а вот эти три известные. Но я больше тебя, блондинка, я знаю только тинтуре. Совершенно неприметная в романском стиле церковь, которую пройдешь мимо, не заметишь, тем не менее является хранительницей большого количества действительно шедевров, плеяды знаменитейших венецианских мастеров. И если вы любите живопись, вам стоит посетить остров Мурана просто из-за этой церкви. На самом деле, когда я вхожу в любую церковь, я практически уверена, что найду работу того или иного известного итальянского мастера. Но в Венеции, именно в Венеции, церкви в особенности богаты вот такими шедеврами. И могу сказать, что каждый раз, когда я вхожу в церковь, я стараюсь не читать, а кто представлен, чьи работы представлены в той или иной церкви. Я на самом деле вот люблю смотреть на картины, не знаю, кто их автор. Потому что только так ты можешь оценить красоту, не давляет над тобой имя. Авторитет похожий. Ни одна из четырех не похожа, да? На Караваджо вообще вот так крайне похожа. Мне вот эти прямо очень нравятся. Четыре полотна, которые вы только что видели, это Тинторетто. И это не единственные полотна, которые украшают интерьер этой церкви. Если вы помните, я уже показывала вам другую церковь. И показывала вам также картину авторства. Приписывается тоже Тинторетто. Если вы вспомните, вы увидите, насколько эти полотна отличаются между собой. И справедливости ради все-таки нужно сказать, что та картина, которую я вам показывала в другом видео, она приписывается все-таки очень раннему Тинторетто. Ему было 23 года, когда он ее написал. К сожалению, не могу вставить изображение того полотна, потому что оно просто-напросто удалено. Но кто регулярно смотрит мои выпуски о Венеции, наверняка вспомнит, о чем я говорю. Кстати, вот тоже полотно Тинторетто. Я очень люблю венецианские церкви именно за живопись, представленную и украшающую венецианские церкви. И люблю также тот простой факт, что когда ты идешь в какой-то музей, очень часто ты можешь не найти то, что ты ожидаешь увидеть, потому что это уехало в другой город на выставку, в то время как из церквей крайне редко перемещаются полотна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующая церковь именно сюда мы шли. Это церковь Марии и Святого Донато. Именно его останки находятся внутри этой церкви, они были сюда привезены. Церковь также имеет характерный романский фасад и знаменита своим мозаичным полом. Все вот эти рисунки, они не случайны, они все символичны. То есть круг – это символ бесконечности, квадрат – это символ творения, створения мира. Какая волна? Волна – это символ Красного моря, переход через Красное море. Это мне муж сейчас рассказывал, я сама блондинка. Уникальные по красоте свои мозаики, выполненные из кусочков мрамора, а также из стекла. Действительно, церковь обязательно к посещению, если вдруг вы будете на Мурану. И знаменитейшая мозаика. Вот так она выглядит. Она сразу привлекает внимание, поражает своей красотой. Камера, к сожалению, не передает всей величественности, которая создается как раз-таки вот таким простым образом. Святой Марии на золотом фоне. Мои дети всегда очень любят все эти черепа разума. Мои тоже. Я их даже не пустила в Монсельич, чтобы они спали спокойно потом. А в Италии вполне, то есть, это детская непосредственная цена. Приветствую. Конечно, очень красивая. Это еще без этих детских троих. Да, вот эта мозаика похожа по стилю на Сан-Марку. Это изображение символизирует Святой Дух, который возносит человеческую душу. Ну что ж, вот такая прогулка у нас сегодня получилась. Сразу после того, как мы покинули лабораторию, где нам любезно показали, как изготавливаются знаменитейшие на весь мир венецианские светильники, венецианские ламподарю. Ламподарю Венециану Фомозу, знаменитые венецианские люстры. Увидимся с вами очень скоро, мои прекрасные зрители. Нет, массаж я не делаю. Я немножечко, когда я тебя посмотрела, я не делаю прям так, как ты, вот так вот. Ну, я где-то пару раз в неделю я делаю себе жирную масочку, и по этой маске... А, по маске, да. Но мне тоже говорили, и врачи тоже говорили, что мне ничего не нужно. Единственное, мне... Ну что ж, немного женских разговоров и домой, к детям, к детям, которым нужно готовить, с которыми нужно делать уроки. Венеция всегда прекрасна. Огромное спасибо Марии за компанию и чудесную прогулку, за то, что она организовала эту поездку. Мы же с вами увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok